Здравствуйте! Всем добрый день! В эфире КФУ Лайф. Продолжаем работу во время приемной кампании в КФУ 2022 года. Представлюсь меня зовут Роман Полинсков и сегодня у нас в гостях Институт экологии и природопользования КФУ Лайф. С вашего позволения представлю спикеров, которые сегодня постараются ответить на ваши вопросы. Светлана Юрьевна Сельмановская, директор Института экологии и природопользования. Светлана Юрьевна, доброго дня! Добрый день! И вот как есть в своей игре Анатолий Вассерман, вот также наш постоянный гость и друг нашей программы Тимур Инатович Уходиев, заместитель директора по международной деятельности. Тимур Инатович, вам тоже добрый день! Тимур Инатович, пожалуйста, начнем. О чем мы сегодня с вами поговорим? Спасибо большое! Наверное, я по старшинству начну. Конечно же, дорогие ребята, наши абитуриенты, практически все из вас определились, какой специалист вы будете в будущем. Но все-таки среди тех, которые сдавали определенный набор ЕГЭ и имеют склонность, имеют возможность поступить на несколько направлений, я бы хотела попробовать вас поагитировать, быть с нами. Быть с нами – это заниматься проблемами окружающей среды. Быть с нами – это учиться в Институте экологии и природопользования. Наш институт не очень большой по количеству студентов. Именно поэтому мне всегда приятно слышать от наших выпускников о том, что у нас очень комфортный, хороший, дружный коллектив, где вы можете обратиться и к своим коллегам, и к преподавателям. И именно потому, что мы не очень большой институт, ваши проблемы будут решены. Я хотела бы сказать о том, что мы ждем вас на нескольких направлениях, и все они связаны так или иначе с окружающей средой. Ну и, конечно, с человеком, который в этой среде существует. И, конечно же, с человеком, потому что чем более комфортная будет среда, чем больше человек будет понимать, как он себя должен вести, что он делать должен, какие технологии он может использовать, тем лучше будет существование этого человека. Итак, я просто хочу вам напомнить, я понимаю, что вы прекрасно знаете это все уже наизусть, что если вы сдавали экзамены по биологии, математике, русскому языку или биологии, или еще химии, вы можете стать студентами самого крупного направления у нас в институте, это экология и природопользование, или почвоведение, или биотехнологии. Биотехнологию мы открываем в первый раз в стенах Казанского федерального университета, именно потому, что она относится к стратегически важной специальности, именно потому, что за биотехнологиями будущее. Кроме этого, если вы сдавали физику, математику, русский язык, географию, вы можете поступить на очень интересную, очень важную прикладную специальность, которая называется гидрометеорология. Я говорила уже о специальности почвоведения, где мы готовим специалистов, востребованных и в министерствах, и в лабораториях, и в различных надзорных органах. И еще одно направление, это направление землеустройства и кадастров, наверное, его можно даже не характеризовать, кадастровые инженеры, они всегда нужны, потому что земельные, имущественные отношения, они никогда не заканчиваются. И, конечно же, мы хотим, если нас смотрят выпускники бакалавра, пригласить вас в магистратуры, где мы вам обещаем качественное образование с использованием приборной базы самой современнейшей. И учить вас будут высококлассные специалисты, которые и сами проходили стажировку в различных университетах, и постараются эти знания передать вам. Так что, если вы уже определились, спасибо, что вы выбрали нас, если вы еще думаете, пожалуйста, мы вас ждем. Спасибо, Светлана Юрьевна, Тимур Инатович, вам слово. Да, спасибо большое за такую возможность очередную, как ложка хороша к обеду, так и этот эфир вовремя хорош действительно для этой приемной кампании. Конечно, есть доли абитуриентов, которые уверенно идут к своей цели, они знают, какое направление они выбрали, и уже может быть спокойны за свой выбор, за свое будущее. Но также есть доли абитуриентов, которые с некоторой такой долей растерянности ходят между двумя институтами, двумя вузами, и приходят и задают правильные вопросы. А ведь круг вопросов настолько широк, что вот в рамках эфира его раскрыть невозможно. Мне хотелось бы, конечно... Наоборот, больше и больше вам становится этот вопрос. Да, и мне хотелось бы в очередной раз напомнить о некоторых способах коммуникации с нами. Во-первых, на сайте нашего университета, нашего института есть контакты и мои контакты. Вы можете звонить, писать в любое удобное время, любым удобным для вас способом. Кроме того, вы можете, если вы в Казани, вы можете прийти в приемную комиссию, и мы с вами вместе, в общем-то, найдем ответы на те вопросы, которые у вас возникли. Кроме того, у нас есть социальные сети, вы можете посмотреть, как живет наш институт, как ярко живет институт. У нас вот большинство абитуриентов не представляет, насколько у нас романтично проходит лето у наших студентов. А ведь если зайти в группу, то там действительно, в группу ВКонтакте, например, то она изобилует фотографиями с практик. Это очень ярко. И фильмами даже. И фильмами даже про практики. Вот таким образом, если вы еще не ознакомились, ознакомьтесь. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить, можете прийти, мы вам обязательно постараемся помочь. Вопросы есть, и эти вопросы наша редакторская группа подобрала, и сейчас самые часто задаваемые мы с вами будем разбирать. Напомню то, что по ходу прямого эфира вы можете задавать свои вопросы в нашу социальную сеть ВКонтакте, группа Казанского федерального университета. Поехали по вопросам, которые у нас уже были заготовлены. Первый из них. Много ли в этом году желающих поступить в ваш институт? Ну, точное количество, конечно, назвать пока сложно. Дело в том, что есть доля анкет, которые не приняты. Не приняты по причине того, что абитуриенты что-то недозаполнили или недоподписали заявление о приеме. То есть они все хорошо заполнили, приемная комиссия приняла, проверила эти документы. Но для участия в конкурсе абитуриенту требуется еще раз посетить свой личный кабинет и нажать на кнопочку подписать заявление о приеме. И тогда он увидит себя в конкурсных списках, увидит свое место. И таким приятным бонусом будет то, что он не сам будет высчитывать свою позицию в рейтинге, а у него будет удобный интерфейс, где очень понятно будет указано его место в рейтинге. По оригиналам, в общем конкурсе и так далее. Кроме того, есть доля абитуриентов, которые подают через госуслуги. И также не все анкеты пока выгружены, но опасаться не стоит. Эти абитуриенты гарантированы в конкурсе, они также будут в общем рейтинге. Это просто дело времени. Если вы поступаете на основании диплома среднепрофессионального образования колледжа, предположим, то вам следует, конечно, внимательно прямо сейчас отнестись к вашему личному кабинету, так как вам предстоит сдавать внутренние испытания. И вам до 15 числа обязательно надо, чтобы ваш статус был, как участвует в конкурсе. Только тогда вы сможете пройти эти экзамены и поступить в наш институт. Я, может быть, добавлю три слова. Вы знаете, я, конечно, как директор, мониторю конкурсную ситуацию ежедневно. В настоящий момент по количеству заявлений, которые поданы в наш университет, конкурс составляет примерно 4 человека на место. Но не пугайтесь, потому что вы прекрасно знаете, что каждый абитуриент имеет право подавать на 5 направлений внутри нашего университета. Поэтому ребята, которые подают к нам, также еще подают на биологию, психологию, на геодезию и так далее. Но в целом, если мы считаем абсолютное количество заявлений, это примерно соотношение 1 к 4. У нас всего мы принимаем в этом году 214 бюджетных мест. И плюс ко всему, мы можем еще принять порядка 80 человек студентов на контрактной основе. Что же, замечательно. Пройдемся дальше. По вопросам следующий звучит так. На какое направление самый большой конкурс? Понятно, дело итоговых результатов мы пока не знаем, но вот, Тимур Иванович, это, наверное, больше вам относится, так как вы прям в полях работаете. У нас Светлана Юрьевна в теме всегда. Конечно, одно из самых популярных направлений – это экология предупользования, которая привлекает к себе внимание наибольшего количества абитуриентов. Но, тем не менее, если, как сейчас подходят часто абитуриенты, уже расстроенные, говоря, что я вижу себя на 200-й строчке, и они думают уже об альтернативных вариантах, не торопитесь с такими выводами. Дело в том, что, как Светлана Юрьевна правильно сказала, студенты несколько рассеиваются, они имеют возможность подать в 5 вузов, в 5 направлений, а еще и на контракт столько же. И, конечно же, прием на комиссии, сотрудники прием на комиссии, в общем-то, держат руку на пульсе и коммуницируют с абитуриентами. Мы имеем некоторое представление о том, кто будет у нас учиться. И, таким образом, не делайте резких движений, подойдитесь с холодной такой головой и лучше посоветуйтесь с нами перед тем, как принять решение о неучастии в конкурсе, если такое вы замышляете. Светлана Юрьевна, что добавить? Нет, я просто хотела бы еще раз сказать, что, ребят, не пугайтесь, если вы видите себя на 200-м или на 300-м месте. У нас сейчас порядка 700 заявлений. Это не значит, что все ребята, которые выше вас по баллам, все будут учиться у нас. Они просто, ну, как бы выражают желание учиться здесь. Ближе к 25-му числу вы будете четко видеть по заявлениям о согласии на зачисление, какое место вы будете занимать. Более того, и после 25-го июля вы имеете возможность подать согласие о зачислении или отозвать, если вас, как бы, конкурс где-то больше приличает. Поэтому пока не переживайте, все будет хорошо. Вот еще пару слов буквально. Абитуриенты в то же время как-то боятся или жадничают подавать вот это заявление о согласии на зачисление, ну, то есть такое подтверждающее серьезное намерение в отношении нашего института. Напомню, что такое заявление вы можете подать трижды. Таким образом, в общем-то, вы сейчас не ограничены в этой возможности. Наоборот, мы даже вас призываем подавать такое заявление, чтобы мы вас видели, чтобы вас видели ваши одноконкурсники, участники этого конкурса. Это сделает конкурс более прозрачным, прозрачным для всех, собственно, чтобы все выбрали себе место, к которому они стремились. Что ж, продолжаем. Следующий вопрос. Подскажите, какие направления вашего института более востребованы на рынке труда? Ну, я, наверное, начну, и потом Тимур Ринаточек меня подкорректирует. На самом деле, все направления нашего института, они сочетают в себе фундаментальное образование и прикладное. И именно поэтому наши выпускники, ну, за редким исключением, и то это, как правило, ну, как бы, бывает, не нашел себя в профессии человек, находят себе работу именно по специальности. То есть не мерчендайзером, не еще кем-то, а по специальности. Вы для того, чтобы мне не тратить время, зайдите, пожалуйста, на наш сайт, на сайт нашего института, да, на общем сайте университета. И там прямо написаны места работы, которые принимают наших студентов, где работают наши выпускники. Более того, очень много фирм и организаций, извините, пожалуйста, которые наши выпускники основывают, они являются владельцами, и которые с удовольствием берут наших выпускников. Конечно же, прямо министерства просят наших выпускников, и в Министерство экологии, и в Министерство сельского хозяйства, и работают наши в Министерстве информатизации и связи. Огромное количество лабораторий, надзорных органов, таких как Росприроднадзор, Россельхознадзор и так далее, они укомплектованы нашими выпускниками. Я уж не говорю о метеорологах, о гидрометеорологах, да, которыми укомплектованы аэропорты, управление гидрометслужбой Республики Татарстан, и постоянно идут письма. Присылайте, присылайте и на север, и в нефтедобывающие компании, где это требуется. Нефтедобывающие компании с удовольствием берут и экологов наших, да, то есть, кроме того, я хотела бы сказать, что вот, поскольку мы биотехнологию набираем в этом году только на контрактной основе, поскольку это первый набор, некоторые наши работодатели изъявили желание оплатить учебу студентов для того, чтобы они потом пришли к ним работать, то есть студент как бы ничего не будет платить за свое образование, но при этом он будет иметь обязательство отработать в таких компаниях, где нужны биотехнологи. Буквально пару слов. Действительно, если уж говорить о цифрах, конечно, мы мониторим количество студентов, выпускников, которые идут дальше учиться и которые идут работать в профессию. И в профессии остаются более 80%, идут в профессию более 80% наших студентов. Конечно, мы не можем отслеживать полный жизненный цикл, но 80% выпускников, это с учетом и тех, кто по окончании бакалавриата идут в магистратуру. Таким образом, в общем-то, мы их в себя влюбляем еще на стадии бакалавриата, и они с удовольствием продолжают обучение в магистратуре. И, кроме того, хотелось бы пригласить и выпускников других вузов, кто закончил бакалавриат, другие профили. Участвуйте, подавайте заявление на поступление на магистрские программы нашего института. У нас тоже достаточно много мест, и мы будем рады вас видеть на наших экзаменах, а потом и на наших магистрских программах. Продолжим блок вопросов, касающихся поступлению. Следующий вопрос звучит так. Расскажите про льготы в вашем институте. Это к вам. Так, но когда вы заполняете личный кабинет, то вы имеете возможность заполнить и такую категорию, как льготы, и индивидуальные достижения. Очень важно, что индивидуальные достижения дают дополнительные баллы, поэтому… А ведь при поступлении действительно 2-3 балла играют существенную роль. И тут очень важно, что вы должны не только заполнить, но, наверное, проконтролировать, чтобы все ваши индивидуальные достижения были учтены. На сайте университета, на сайте приемной комиссии постоянно обновляется, есть перечень, ежегодно обновляемый перечень, олимпиад, которые учитываются при приеме. Таким образом, ну и в этом конкурсе уже есть абитуриенты, которые являются призерами Всероссийской олимпиады и которые получат при преодолении определенных порогов по ЕГЭ, получат 100-бальный результат и, собственно, будут вне конкурса зачислены. Поэтому очень внимательно к этому отнеситесь, и у вас не будет возможности добавить эти баллы, когда уже, ну, свершится, когда конкурс уже свершился, и вы, не дай бог, из-за вот этих вот недостающих баллов, может быть, не поступите в наш институт. Поэтому следите внимательно, если что, обращайтесь к нам, мы поможем вам подкорректировать эти сведения. Ну и еще прям несколько слов. Это мы говорим, Тимур Инатыч говорил о тех льготах, которые у вас есть при поступлении. Когда вы будете студентами, причем я тут даже не использую «если», да, когда вы будете нашими студентами, имейте в виду, что вы будете иметь различные возможности зарабатывать деньги уже будучи студентами. В частности, например, все студенты, начиная с третьего курса, которые активно занимаются научной работой, получают повышенную стипендию. Студенты, которые являются активистами в плане социальной деятельности, это волонтеры или те, которые участвуют в студенческой весне, или еще что-то такое, они получают повышенную стипендию, которая в 6 или 7 раз больше обычной стипендии. Те студенты, которые отлично учатся, получают повышенную академическую стипендию, размер которой составляет порядка от 10, по-моему, до 12 тысяч. Кроме того, сейчас существуют различные программы для студентов, в частности, например, такая программа, как студенческий стартап. Совсем недавно был разыгран один из раундов такого конкурса «Студенческий стартап». Казанский университет подавал от всего Казанского университета порядка 140 заявок от студентов, а 23 заявки наших студентов университетских поддержаны, они получат по миллиону рублей на реализацию этого стартапа. Одна из таких заявок – это заявка студента, который учится в нашем институте. То есть, представляете, мы можем не только учиться, но сразу и учиться бизнесу разрабатывать. Ну, еще есть различные стипендии, такие как стипендия мэра нашего города по благоустройству, и наши студенты очень часто выигрывают эти стипендии, которые составляют порядка 30 тысяч рублей. Ну, и различные конкурсы студентов, которые, то есть, если вы активны, вы можете этим заниматься, и вы можете иметь такой приятный бонус, как финансовая поддержка. Ну, то, что для студентов – это замечательно, но пока что ребята не перешли. Я понимаю, что им сейчас приятно смотреть наш прямой эфир, когда вот на тебя смотрит директор института и говорит, прям утверждает – будешь студентом, будешь. Вернемся все-таки к абитуриентам, добьем вопрос про льготы, и тут у нас был как раз-таки вопрос, кому даются дополнительные баллы, но Тимур Иванович начал уже на него отвечать. Сказали то, что есть перечень олимпиад, но помимо олимпиад, есть же что-то еще, за что можно получить дополнительные баллы для поступления. Ну, за аттестат с отличием даются баллы, за значок ГТО даются. Есть обязательно, ну, я не знаю, мы будем счастливы, если такие к нам поступят, там в том числе призеры олимпиады и прочие олимпиады. Поступят, я уже точно знаю, что будут, я видела в списке. Я имела в виду спортивные олимпиады, которые это… Вот, так что действительно этот перечень существует, обращать на него внимание. Единственное, при подтверждении таких индивидуальных достижений, это занимает несколько больше времени, так как его подтверждает не один человек, а кроме техсекретаря еще отдельный человек, занимающийся льготами. Вот таким образом вы, ну, еще раз говорю, контролируйте этот процесс, пожалуйста. Хорошо. Закольцуем тему с новым вашим направлением, когда рассказывали, что есть организации, которые готовы заплатить, чтобы ребята потом у них учились. Вопрос звучит следующим образом. Сотрудничаете ли вы с организациями по трудоустройству студентов? Уточните вопрос, пожалуйста. Имеется в виду не биржа труда, имеется в виду различные организации. Да, да, да. То есть это происходит, как правило, таким образом. Есть два варианта. Первое – это когда студенты-бакалавры после третьего курса, у них есть такой раздел «Производственная практика», который проходит летом, а у магистрантов между первым и вторым курсом они идут на практику, как правило, на какое-то производство или в какую-то организацию. Как правило, ребята подходят к своим руководителям и говорят, может быть, вы мне порекомендуете, где мне лучше пройти практику, потому что я вот хочу в будущем работать там-то, там-то. И, как правило, руководители им подсказывают, основывается это на контактах между работодателями и сотрудниками нашего университета. В последнее время участились случаи, когда к нам обращаются работодатели, и мы обычно эту информацию, ну, помимо сайта института, размещаем в социальных сетях, группах. Так вот, прямо буквально в течение последнего месяца обращались, во-первых, организации, которая раньше называлась «Татнефть и нефть», а сейчас стали они подразделением экологической безопасности «Татнефть», которым нужны наши выпускники, обладающие умениями ставить лабораторные анализы, хорошо читать нормативную документацию и так далее. обращалась в биотехнологический кластер, который создает тоже «Татнефть» в Альметьевске, с приглашением наших выпускников поработать там и аналитиками, ну, то есть не ручками, а головой. Совсем недавно приходил запрос, и это тоже мы размещали в социальных сетях, Всероссийский научно-исследовательский институт речного хозяйства, по-моему, то есть озера ведения, где также нужны специалисты, водники, которые хорошо знают экологию рек, экологию озер, гидротехнические сооружения и так далее. То есть приходят из, да, ну, это я знаю, потому что все-таки я больше по специальности эколог-биотехнолог, и, как я уже говорила, постоянно приходят запросы из кадастровой палаты, из управления гидрометеорологических служб, от северных нефтяных компаний, где без прогноза погоды они как без рук. И позвольте пару слов. Кроме того, у нас в институте ведут занятия некоторые, также и представители-работодатели. Кроме того, представители-работодатели входят и в комиссии, в государственные итоговые комиссии. Таким образом, представители-работодатели и готовят специалистов под те отрасли, под те предприятия, в которых они работают, и высматривают, в том числе с таким желанием взять, в общем-то, выпускников этих направлений к себе на работу. Я одно слово скажу, да, потому что, наверное, я немножко ушла в сторону. Почему я говорила о важности производственной практики? Потому что, когда студент идет на предприятие, на него, конечно, смотрят. И у нас очень много было ребят, которые после производственной практики дальше их приглашали на работу, и они оставались работать и дорастали до больших начальников. А потом они слали нам запрос, потому что они знают, чему мы учим и на каком уровне мы учим. И это очень приятно. Это только радует. Что же, вопросы про поступление, они у нас подошли к концу. И так как Светлана Юрьевна, еще раз вернусь к тому, уверенно, четко, твердо, сказала абитурентам то, что вы будете учиться, давайте немножко поговорим о студенческой жизни. Два вопроса у нас осталось. Первый из них звучит следующим образом. Какие возможности есть для тех, кто хочет заниматься наукой? О, спасибо большое за вопрос. Я боюсь, что сейчас я своим разговором съем все остальное время. У нас возможности есть огромные. С чем это связано? Вы знаете, современная наука в естественно-научных направлениях, она, конечно, связана с тем уровнем технической оснащенности лабораторий, с тем оборудованием, которое у нас есть. Университет в целом начал очень сильно расти в технической оснащенности в 2010 году, когда стал федеральным университетом. Следующий у него был этап, прям вот обновление оборудования, когда университет вошел в программу топ-5-100. И я хочу сказать, что сейчас лабораторию университета, я уж похвастаюсь за весь университет, и в частности лаборатории нашего института очень хорошо оснащены современным оборудованием. И если где-то лет 10-15 назад мы с удовольствием ездили в Германию в роли просителей, дайте нам у вас поработать, то сейчас к нам приезжают коллеги из Германии, из Израиля и говорили, у вас есть вот этот прибор, а вот этот прибор и так далее. Очень часто к нам на наши приборы приезжают коллеги из других городов, из Саратова, из Пензы, из Екатеринбурга и так далее. И все это оборудование мы предоставляем, на всем этом оборудовании мы предоставляем возможность работать студентам при выполнении исследовательских работ. У нас хорошее оснащение таких направлений, как землеустройство и кадастров, современными летательными беспилотными аппаратами. Да, у нас прекрасная Тримбловская, Тримблы вот эти вот для построения 3D-макетов, для оценки. У нас чудесные автоматические метеостанции, слежения за состоянием воздуха. Это все поднимает студенческую науку на достаточно высокий уровень. Я опять-таки с уверенностью скажу, что те ребята, которые активно занимаются наукой, они становятся авторами публикаций, взрослых публикаций в хороших журналах. Кроме того, я вот тут не могу говорить за весь университет, у нас в институте принято, что человек, защищающий магистрскую диссертацию, то есть который заканчивает магистратуру, обязательно должен опубликовать свои результаты, чтобы они прошли апробацию общественности научной, подтверждающую важность и нужность этого исследования. Поэтому возможности для исследования огромные. Приходите. Я очень люблю таких мотивированных студентов. Тимур Данович. Да, буквально пару слов. И теперь я приземлен на науке. В университете всячески поощряется участие в научных кружках. И действительно такие объединения есть. И кроме того, это такой живой организм, что студенты могут сами стать инициаторами таких кружков. Поэтому если вы любите, ну, предположим, программирование и хотите глубоко этим заниматься, мы также можем, мы поможем вам объединиться вокруг этого, поможем с преподавателем, ну, с приглашением преподавателя, или, может быть, если мы сами компетентны в этом, мы сами вам поможем всячески это запустить. Также, как и в других институтах, у нас есть студенческое научное общество, которое управляется самими студентами. Таким образом, для занятий наукой в университете есть все. И вот Светлана Юрьевна поскромничала университету и институту доверенно, ну, такая высокая миссия в том числе, как нам доверен создание карбонового полигона. О, да. Вот. Ну, что тоже подчеркивает лишний раз тот уровень. Он создается ведь не просто по территориальному признаку, хотя бы по нему тоже, но и по тому, где есть научный потенциал для создания такого полигона. И он у нас есть. Да, чтобы было понятно, все знают проблему изменения климата, все знают о том, что в мировом сообществе принято решение каким-то образом мониторить вот это изменение климата, в частности, изменение температуры, и начать разрабатывать технологии, чтобы сдержать это изменение климата. Потому что не так страшно, да. Ну, подумаешь, стало у нас на полградуса, на градус теплее, да. Но вы, наверное, видели совсем вот вчера или позавчера по телевизору на Краснодарский край напала саранча. Почему? Потому что стала зима теплее на полградуса. И вот эти кладки саранчи за зиму не погибли, они все вылупились. И вот подумаешь, полградуса, да, и такой нанесен ущерб. Будут изменения водных режимов, будут изменения структуры сельского хозяйства, что приведет к каким-то продовольственным кризисам и так далее. Вот для того, чтобы осуществлять мониторинг парниковых, они сейчас называются климатически опасных газов, которые вызывают изменения, да, вот этого климата, для того, чтобы разрабатывать технологии в сельском хозяйстве, в промышленности, как нам забрать эти газы из атмосферы, да, с помощью растений или с геологическими какими-то методами, создаются под эгидой Минобра так называемое образование карбоновые полигоны. Сейчас их на всю страну 14. Мы были восьмым полигоном, которым Министерство образования доверило такую функцию. И это тоже одно из научных подразделений нашего института, такой вот карбоновый полигон. Слушай, замечательно, у нас остается последний вопрос. Чем занимаются студенты в неучебное время, помимо науки? Вы знаете, я, в общем, наверное, счастливый человек, потому что я искренне считаю, что студенты во внеучебное время могут заниматься тем, что они хотят. И я, как сказать, и мы не должны диктовать им, чем им заниматься. Мы можем предложить что-то, ну, как сказать, как институт, как университет. И у нас есть прекрасные спортивные залы, да, у нас есть прекрасная возможность для развития самодеятельности, у нас есть прекрасное объединение в нашем институте студентов, да, связанное с Министерством экологии природных ресурсов, будет чисто, который занимается вопросами, там, благоустройства, да, городов и так далее. У нас есть прекрасные волонтерские движения, да, которые занимаются, ну, не смейтесь, пожалуйста, которые посещают питомники животных, да, собак, приносят туда корм, ухаживают за ними и так далее. Я думаю, что студенты ходят в свободное время по клубам, я думаю, что они ходят на свидания, я думаю, что они ездят в лес походы, и это прекрасно, потому что, Тимур Иванович сказал, самое прекрасное время у студентов – это летняя практика. Я заканчивала биофак, тогда еще не было института экологии, который лежал в основе нашего института. И прошло столько лет, но именно летняя практика с гитарой, с костром и так далее, она, конечно, запомнилась на всю жизнь. Поэтому, если у вас есть какие-то увлечения, и если вы хотите какой-то получить от нас помощь, приходите, все, что вы делаете, и все, что в рамках правового поля, приветствуется. Тимур, на счастье, товарищ. Ну и, кроме того, конечно, у нас институт традиций, у нас очень есть красивые традиции, красивые мероприятия, которые ни в коем случае не по указке администрации делаются. Таким образом, в общем-то, студенты находят способы самовыражения, не только в стандартных фестивалях, в студвестных, где они танцуют и поют, но также и на базе института, и также в Уникс, на базе Уникс у нас проводятся чисто институтские мероприятия, очень красивые, и вы, когда станете нашим студентом, тоже примете в них участие. Вот вы знаете, как я сейчас сразу вспомнила, у нас есть прекрасный конкурс, который называется «Мистер и мисс Экопак». Я два или три раза сидела в жюри, но просто великолепно. Такие красивые девушки, такие мужчины, чуть ли не в смокингах и так далее. Есть прекрасное мероприятие, когда собирается студ-актив, ну, во-первых, они в сентябре уезжают обычно на базу «Буревестник», для того, чтобы там построить какие-то планы, а потом они достаточно часто все вместе парадно встречаются, когда один студ-актив передает в раздеправление, ну, выпускники, следующему вручается грамотно, и там они поют песни и танцуют. Года четыре назад меня поразило, когда они, я только боялась, как бы у меня пол не провалился в здании, когда вот человек пятьдесят, да, вот просто зазвучала музыка, и они, как этот флешмоб, начали танцевать один танец. Я говорю, откуда вы знаете? А, мы, говорит, еще два года назад вы учили, когда в «Буревестнике» были. То есть есть огромное количество дел, которые они делают, и мы видим только поверхность, да, вот самую красивую часть. А так они, конечно, живут, и у них много интересов, они объединяются и... В общем, не скучно ребятам живется, и не скучно учиться. Нет, не скучно, и иногда очень не скучно. Да, ну что ж, на этом у нас вопросы подошли к концу. Благодарю вас за то, что вы смогли на них ответить. У нас остается последний пункт в заготовленных вопросах. Это ваши пожелания абитуриентам. Буквально пару слов. Что же может переплюнуть слова, вы уже точно поступите, да? Да, да, я думаю, как бы это еще сказать другими словами. Ребят, учиться в Казанском университете – это очень почетно. Быть студентом Казанского университета – это значит быть выпускником навсегда и нести очень гордо это имя выпускника Казанского университета. Быть студентом Института экологии и природы пользования – это удовольствие, это хорошие друзья на долгие времена, это запоминающиеся события, это хорошие преподаватели, которые становятся к вашему окончанию друзьями, а когда вы приходите как выпускники, это уж точно коллеги. Я очень надеюсь, что вы будете нашими студентами, что вы будете нашими выпускниками. Главное, чтобы мы закончили университет таким же составом, как вы поступите. Я думаю, что я очень надеюсь, что вы будете нашими коллегами, к которым мы будем обращаться с вопросами, и вы тоже будете нам помогать. Тимур Инатович. Тут добавить нечего. До встречи на вручении студенческих. Что ж, еще раз большое спасибо, что нашли время к нам прийти и ответить на те вопросы, которые абитуриенты нам ранее задавали. Жалко с вами расставаться. В этом сезоне уже, к сожалению, вашего института не будет, но увидимся в новом сезоне, в октябре, сентябре. Институт будет, лайфов не будет. Институт будет. Да, да, да. Эфиров, говорю, не будет уже с вашим институтом, но в новом сезоне, надеемся, будет почаще. На этом все. Это был КФУ Лайф для Института экологии и природопользования. Наша программа продолжает свою работу. Времени остается совсем немного. Институты еще будут к нам приходить, так что готовьте вопросы и задавайте в нашей группе ВКонтакте Казанского Федерального Университета. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok